Музыка Одно из важнейших событий октября, я понимаю, что все увлечены парламентскими выборами, это все-таки визит украинской делегации на ежегодное собрание директоров Международного валютного фонда и Мирового банка. Не секрет, что в 2014 году именно эти организации, в первую очередь МВФ, являются так называемыми кредиторами последней инстанции для Украины, на которых ориентируется мир. Если вы помните амбициозную программу украинского правительства весной 2014 года, именно тогда была оценка, что Украина сможет за ближайшие два года, за 2014-2015, привлечь сумму, эквивалентную 35 миллиардам долларов, что, в общем-то, с лихвой покроет тот двойной дефицит, который издавна наметился в украинской экономике. Ситуация, безусловно, ухудшилась по, в общем-то, оценкам нашей лиги, да и, в принципе, это и правительство подтверждает. Потеря Украины в экспортном потенциале, реализуемом от событий на Донбассе, составляет приблизительно до миллиарда долларов ежемесячно. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что, если считать, начиная с событий июля-августа до конца года, эта сумма составляет не менее 5 миллиардов долларов, это те дополнительные потери Украины, которые есть. И, как, собственно, уже признали и министр финансов Шлопак, и глава Национального банка Гонтрева, они ездили в Вашингтон о том, чтобы просить увеличить в целом программу Standby. На мой взгляд, сейчас международное сообщество в отношении Украины не то, чтобы взяло некоторую паузу, но оно, по большому счету, лишний раз подтвердило то, что оно будет выполнять те обязательства, которые были взяты на себя ранее. Однако будет ждать формирования нового правительства, возможно, изменения в финансовом блоке, для того, чтобы понимать, с кем миссия, которая плановая, должна приехать МВФ в ноябре месяце, собственно, будет и вести переговоры, и, собственно, изучать текущее макрофинансовое положение Украины. Здесь действительно очень много существует моментов, связанных с будущим парламентским большинством. Опять же, будут ли квоты, или правительство окажется достаточно профессиональным. Но, учитывая популярность сегодня ряда радикальных лозунгов, и международная общественность, и наши эксперты, в общем-то, не исключают того, что у нас может появиться некий радикализм и во внутренних финансах. В частности, отсюда идут разговоры о том, что Украина сейчас должна прекратить обслуживать внешние долги и начать, собственно, не платить и заявить о том, что весь мир Украине за что-то должен.